Всем привет! С вами Валентина и в этом видео я продолжаю рубрику «Живем на минималку». Смысл этой рубрики заключается в том, что я заранее составляю меню на 3 дня на семью из 4 человек, покупаю большую часть продуктов для нашего меню на конкретный бюджет. В основном он у меня составляет 1000 рублей, иногда чуть больше, как сегодня. И мы с вами готовим простые, но вкусные блюда для семьи. По желанию основное меню, конечно же, можно дополнить другими любимыми продуктами. Давайте разберем закупку продуктов. Это курица, бекон, яйца, сыр, сметана, шампиньоны, мука, лук репчатый 500 грамм, это 20 рублей, морковь 470 грамм, 24 рубля, огурцы и картофель. Также сегодня буду использовать красную чечевицу. Смыслом ее покупать не было, так как она была у меня в наличии. Здесь получается примерно половина, это 200 грамм. Мне от этого количества потребуется 130 грамм. 450 грамм стоит 110 рублей, соответственно 130 грамм будет стоить 32 рубля. Также я буду использовать для приготовления меню специй, подсолнечное масло и немного сахара. Думаю, у многих эти продукты есть в наличии, поэтому подсчет этих продуктов сейчас не произвожу, так как по деньгам это выходит недорого. Стоимость закупки продуктов, которые вы сейчас видите у себя на экранах, составляет 1046 рублей, плюс еще стоимость моркови, лука и чечевицы. Итого стоимость меню составила 1122 рубля. Это в среднем 94 рубля на одного человека в день. Понятно, что цены в регионах разные, но я лишь могу показать свой опыт. Так как я сейчас активно обновляю кухонную посуду и различные принадлежности, и поэтому сегодня в видео я еще буду делиться с вами своими интересными, красивыми и полезными новинками для кухни. И чтобы у вас не возникал вопрос, где я их приобрела, ссылки на новинки я приложу в описании, если вдруг кого-то что-то заинтересует. А мы начинаем с приготовления завтрака. Сегодня спечем очень вкусный пирог с картофелем и сыром. Рецепт теста вы найдете в описании под видео. Там нет ничего сложного, если вы имеете представление, как работать с рожжевым, неиздобным тестом. На таком тесте пеку хлеб, булочки, пиццы и вообще на что хватит фантазия. Пока тесто стоит на расстойке, приготовим начинку. Для начинки нам понадобится картофель 300 грамм. Я уже его предварительно отварила в слегка подсоленной воде. Картофельный отвар сливаем полностью. Разминаем картофель. Если есть, то добавляем немного сливочного масла. Перемешиваем, немного перчим. И в конце добавляем 120 грамм натертого на крупной терке сыра. Размешиваем до расплавления сыра. Затем делим на две части и формируем шарики. Вес одного шарика составляет 210 грамм. Тесто уже готово. Хорошо его обминаем. Затем делим на две равные части. Общий вес теста у меня составляет 540 грамм. Соответственно, вес двух частей будет составлять по 270 грамм. Одну часть пока убираем, а из второй части формируем шар. Затем руками растягиваем небольшую лепешку. Затем на середину выкладываем картофельно-сырный шар. Края теста защипываем в мешочек. Кончик немножко подкручиваем и подгибаем. Лепешку переворачиваем. Начиная от середины и продвигаясь к краям, аккуратно, без фанатизма, распределяем начинку равномерно. У нас получается лепешка диаметром примерно 24 см. Затем снова ее переворачиваем и в середине делаем небольшое отверстие, для того, чтобы выходил пар и тесто не вздулось. Все можно отправлять в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 15 минут. Как тесто зарумянится, значит готово. А пока наш пирог готовится, мы формируем второй пирог. А вы пока можете подписаться на мой канал, чтобы сохранить эти рецепты и не пропустить выхода нового видео. По готовности пирог выкладываем на подходящую форму. Смазываем немного сливочным или подсолнечным маслом. Накрываем тарелкой и сверху ХБ полотенцем. По готовности второго пирога кладем его сверху на первый пирог. Также смазываем сливочным маслом. И также накрываем тарелкой и полотенцем. Пусть пироги полежат, отдохнут и завершатся все процессы приготовления. Пироги разрезаем порционно. И вот такая красота получилась. Вкусно и сытно. На обед сегодня для семьи приготовлю картофельный суп на курином бульоне. А себе я отдельно захотела приготовить чечевичный суп с шампиньонами. Возможно, для разнообразия первых блюд вам этот рецепт придется по душе. Я предварительно уже разрезала курицу. Куриный каркас отправим на бульон. Куриную грудку будем использовать для приготовления окрошки. Остатки я предварительно разрезала на небольшие кусочки. И по возможности сняла шкурку. Под тушем с картошкой в третий день меню. Я уже варю в большой кастрюле на 5 литров куриный бульон. Для дополнительного вкуса, цвета и аромата бульона я кладу репчатый лук с морковью. Если есть, то добавляю стебли от петрушки и укропа или стебли сельдерея. Буду процеживать бульон и делить на две кастрюли. Как варю картофельный суп на курином бульоне не буду вам показывать. Вы все умеете его готовить. А вот для приготовления супа из красной чечевицы есть определенные хитрости. Выкладываем на прогретую на среднем огне сковородку с добавлением небольшого количества подсолнечного масла, порезанные пластинками шампиньоны. Шампиньоны взяла небольшие. Сразу их солим, перемешиваем, накрываем крышкой и на умеренном огне тушим примерно 7 минут. За это время шампиньоны от соли дадут сок и усадку. Через 7 минут крышку открываем. Если сок еще остался, газ прибавляем и ждем пока вся жидкость испарится. Периодически грибы перемешиваем. Готово. Пока грибы оставляем в сторонку, приготовим пережарку, которую мы сразу будем делать в небольшой кастрюле на 2 литра с толстым дном. К маслу выкладываем крупную луковицу репчатого лука, порезанную мелким кубиком. Перемешиваем и обжариваем до прозрачности. Затем к луку добавляем крупную морковь, натертую на крупной терке и тоже обжариваем до ее мягкости. Забираем часть пережарки для другого супа. Затем, если любите, то добавьте немного порезанного стебля сельдерея, примерно 20 грамм. Обжариваем 1 минуту. Затем добавляем мелко порезанный чеснок 2 зубчика. Пережариваем 1 минуту. Затем добавляем специи. Это измельченный кориандр, зира, молотый имбирь, специи карри. Все по половине чайной ложки. И немного добавляем молотого перца по вкусу. Специи очень хорошо раскрывают свой вкус именно при обжарке в масле. И в конце добавляем 1,5 столовые ложки томатной пасты. В летний сезон можно добавить свежий помидор или помидоры в собственном соку. И обжариваем еще 2 минуты. Пережарка готова. Переливаем подготовленный бульон в кастрюлю с пережаркой. Примерно чуть больше 1 литра. Добавляем 130 грамм хорошо промытой в холодной воде красной чечевицы. Затем обжаренные шампиньоны. И немного курицы, которые я сняла с кости. Перемешиваем. Доводим до кипения. И варим на умеренном огне 20 минут. Пенку по мере ее появления убираем. Суп готов. Накладываем его в порционную тарелку. Сверху, если есть, то добавляем любую зелень. У меня петрушка. И можно обедать. Вкусно. А на ужин приготовим вкусную окрошку. Но вместо колбасы я буду использовать куриную грудку. Получается тоже очень вкусно и полезно. Все ингредиенты, чтобы вас не утомлять и не затягивать видео, я уже порезала за кадром. Это 2 отварные куриные грудки, 3 средних картофеля, 4 яйца, 1 огурец, пучок лука и укропа со своего огорода. Для окрошки нам, конечно же, понадобится еще квас. Наверняка вы помните, что его в закупке не было, так как квас я делаю сама, по рецепту моей мамы. Как-то уже делилась этим рецептом на своем канале, но давайте еще раз повторю для своих новых зрителей. Так как с каждым днем вас становится все больше и больше. Квас нужно готовить предварительно за день, для того, чтобы он пробродил и охладился в холодильнике. По вкусу он, конечно же, отличается от магазинного, менее ядреный, но не менее вкусный. И большой плюс этого кваса заключается в том, что количество сахара вы можете регулировать по своему вкусу. Например, я небольшой поклонник сахара. Наливаем в 2-литровую банку отфильтрованную или кипяченую теплую воду. Добавляем в нее сахар по вкусу. Я положила 5 столовых ложек. Далее добавляем 1 чайную ложку сухих дрожжей. И тоже тщательно перемешиваем. Затем добавляем 5-6 столовых ложек концентрата квасного сусла, который можно купить на любом маркетплейсе. Перемешиваем. И в конце добавляем небольшую горсть промытого изюма. И пару ломтиков от горбушки черствого черного хлеба. Прикрываем банку крышкой и убираем в теплое солнечное место. Я обычно готовлю квас с утра, ставлю его в теплицу. Через некоторое время квас начнет бродить. К вечеру при солнечной погоде квас у меня уже будет готов. По готовности квас переливаем в другую удобную емкость через сито и убираем в холодильник для того, чтобы он не скис. Как только холодится, пробуем квас на вкус. Сладость на этом этапе тоже можно отрегулировать. Щедро солим окрошку, она любит соль. Добавляем сметану или майонез. Мы сейчас едим в основном сметану. По желанию, для остроты вкуса добавляем порезанный редис. И наслаждаемся холодненькой окрошкой. Хотела сказать, поднимите руки, кто из моих зрителей любит окрошку и как вы ее готовите. Но поняла, что это не получится. И поэтому напишите ответ в комментариях. К чаю испечем очень простые, но вкусные печеньки. Продукты должны быть комнатной температуры. В емкость разбиваем 2 яйца. Добавляем 3 столовые ложки сахара. 100 мл подсолнечного масла. 100 г меда. И если есть, то добавьте еще половину чайной ложки корицы. Перемешиваем продукты венчиком до образования однородной консистенции. В 400 г муки добавляем 2 чайные ложки разрыхлителя. Перемешиваем. Муку с разрыхлителем частями просеиваем в подготовленную смесь. Перемешиваем. А когда тесто схватилось, продолжаем замешивать его руками. От готового теста отщипываем равные кусочки и скатываем в шарики. Шарики немного прижимаем руками и выкладываем на противень или застеленный силиконовым ковриком или пергаментом. Можно обвалять их в сахаре сверху и с боков. Отправляем в разогретую до 190 градусов духовку примерно на 10-15 минут. Печенье получилось рассыпчатое, с хрустящей корочкой сверху и мягкое внутри. Храним его или в пакете, или в вакуумной емкости. Этого количества еды нам вполне хватит на 2 дня. А я приглашаю вас в третий день меню. На завтрак сегодня приготовим яйца с поджаренным беконом. Обжариваем до золотистого цвета бекон без добавления подсолнечного масла. Немного его можно сформировать в виде гармошки. Так он будет выглядеть более интересно. В отдельную емкость разбиваем 1-2 яйца. Тут смотрите по своим аппетитам. Солим, перчим по вкусу, перемешиваем. Сковороду разогреваем. Из дозатора распыляем подсолнечным маслом. Кстати, очень довольны этим дозатором. Он прилично экономит масло. И выливаем ровным слоем яйцо. Как только оно будет готово, на одну часть выкладываем поджаренный бекон. И накрываем его второй частью яйца. Так, чтобы его было слегка видно. Выкладываем на тарелку. Дополняем, если есть, семечками. Я использую вот такую смесь. Тут семена тыквы, льна, кунжута белого и черного. И семена подсолнечника. Расход маленький, а польза для организма большая. У нас еще остался сыр. Поэтому его тоже добавим к завтраку. И еще добавлю зелень от салата, со своего огорода. Кстати, посмотрите, какой классный контейнер я приобрела для хранения зелени. Он на 500 мл. И отлично сохраняет свежесть и упругость зелени в течение двух недель. Наливайте на дно немного воды, закрывайте крышкой и храните в холодильнике. Красота! Конечно, многих не устраивает то, что я дополняю блюда из своего огорода. Но, на мой взгляд, лучше я это покажу честно на видео, чем не честно положу это за кадром. Вот такой вполне себе сбалансированный завтрак у нас получился. Всем остальным членам семьи я приготовила то же самое. И они уже позавтракали. А мама, как в большинстве случаев, завтракает, когда уже все сыты. На обед у нас еще есть суп, а на ужин приготовим вкуснейшую тушеную картошечку с курицей в мультиварке. Это блюдо хорошо готовить, когда на улице жарко и у плиты стоять совсем не хочется. У кого нет мультиварки, готовьте в глубокой сковороде с толстым дном или в скроварке. Итак, на дно мультиварки добавляем подсолнечное масло, так, чтобы оно слегка прикрывало дно. Выкладываем мелко порезанный репчатый лук и чеснок, порезанный пластинками. Два тызовчика будет достаточно. Перемешиваем. Затем выкладываем слой курицы. Можно использовать любое другое мясо. Добавляем любимые приправы, какие вам нравятся. Паприку, приправы для курицы, хмыли-сунели. Я вообще добавила смесь для супа. В ее составе есть сельдерей, морковь, куркума, базилик. В общем, очень ароматная смесь. Здесь она будет уместна. 2-3 чайные ложки. Затем перчим по вкусу и наливаем на курицу примерно 100 мл своего соуса. Как раз он и чеснок придаст необычный вкус, вроде бы такому простому, привычному всем нам блюду. Сверху выкладываем картошку, порезанную небольшим кубиком. У меня ушло 1,5 кг. Солим по вкусу. Я добавила 1 чайную ложку. Заливаем все или водой, или бульоном. Примерно 250 мл. У меня остался куриный бульон от куриных грудок. Добавлю его. Перемешивать не надо. Накрываем крышкой и включаем режим тушения. У меня это блюдо готовится 1,5 часа. Указанное время прошло. Давайте посмотрим, что получилось. Картошка полностью готова. Она очень ароматная. Все хорошо перемешиваем. Видите, курочка прекрасно отслаивается от костей. Мы их просто убираем. Дополняем картошку с курицей и огурчиком. Сверху, если есть, то можно добавить любую зелень. Обязательно оцените это видео. Также не забывайте подписаться на мой канал Телеграм. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok